Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чё, документаторы, моё отдельное вам. Здравствуйте, поговорим о Сэмэле Адамяне. Вы знаете, ребята, что я хочу сказать в первую очередь? Я смотрю вот эти бесконечные ролики с расстройством мамы и не понимаю, это, я не знаю, какой-то стёб, какое-то издевательство, какое-то глумление, либо это очередная часть контента. Я не знаю уже сколько дней подряд у неё расстройство, у неё же идёт обезвоживание полным ходом, её заставляют дальше пить воду, вместо того, чтобы ложить человека под капельницу, это всё останавливать срочно, ввести куда-то её в инфекционку, для того, чтобы это всё прекратилось. На ней продолжают ставить эксперименты и лечить с помощью зрителей. Вот мы тебе заварили ромашку, ага, ромашку уже не надо, зрители сказали, её нельзя. Это тоже мы попробовали, но зрители это отменили. Вы знаете, для меня это странно, такое ощущение, что зрители это медики, это люди, которые знают, что на самом деле сейчас происходит в организме мамы, кто-то взял у неё какие-то анализы и понимают, что вообще с ней происходит. Ребята, пожилой человек, иммунитет уже ослаблен, при её тем более болячках. Вот так продолжать над ней ставить вот эти эксперименты, я не могу понять, что вообще происходит. Коко таскает, да, этого санитара, такое ощущение, что перед нами медик стоит и он профессионал. Мама сдала анализы, есть результаты и он по ним может ставить диагноз и назначать лечение. Я просто в шорохе. Никто маме ни температуру не померил, не понимает, не наблюдают её состояние, ни её питание не контролирует никто. Ничего не происходит. Старуха лежит сама с собой и только нам на камеру. Самбел прибегает к ней и снимает, чем она посрала, что она пожрала. И пожрала, это говорю не я, это говорит сама мама. Но при этом босс и ныне там. Ребята, летом в моей семье произошла подобная ситуация. Я уже рассказывала ранее. Мама купила на озёрке колбасу, причём хорошую колбасу и ей отравилась. Уже вечером ей стало плохо. То есть началось вот такое же глобальное расстройство. Никто ничего не ждал. Просто вызвали скорую. Скорая тут же отвезла маму в инфекционку на рабочую. И всё, через сутки уже всё остановили. Да, была куча капельниц, потому что пошло обезвоживание. Какие-то медикаменты прописывали. Мы бегали, покупали, всё восстанавливали. Вот эти разные бактерии мама пила. Сутки ей вообще нельзя было ничего есть. По-моему, даже не сутки, двое. И только потом постепенно какие-то отвары, какие-то сухарики. То есть они сами кормили. Мы даже продукты туда никакие не привозили в больницу. Здесь же для меня непонятно. Так у меня молодая мама. Здесь такой пожилой человек с таким букетом Молдавии этих болячек. И они продолжают на дни издеваться и проводить эксперименты. Я не понимаю, честно, до сих пор, в чём проблема вызвать скорую и отправить её в инфекционку. Где реально люди, врачи, медики, специалисты возьмут анализы, поставят чёткий диагноз и тут же начнут лечение. Давайте пусть она дальше ещё неделю-две обсирается, но пока не гыгнет. Нет. Давайте дальше спокойно на это смотреть, спокойно реагировать и рассуждать, что там у мамы может быть. Я не понимаю, либо её сам Вэл так боится потерять в плане контента, что её запхнут на инфекционку, а там же сильно ты не наснимаешься. Хотя и там можно снимать, там можно посещать больных. Я маму спокойно летом посещала в отделении. Всё, но если уже так важно снимать, едь туда и снимай. Но вы знаете, для меня вот это поведение абсолютно уже ненормально. Это уже не смешно, это уже просто страшно. То есть она в таком возрасте уже просто обезвожена, уже реально начинается обезвоживание. И посмотрите, как она плохо выглядит. Она реально плохо выглядит. Вы просто представьте, что творится в организме. При её диабете она нормально не питается. Она пьёт таблетки, пьёт какую-то вот эту травку и пьёт назначение либо коки медика, либо назначение зрителей. Но простите, ребята, как можно назначать какое-то лечение, если ты даже заведомо не понимаешь, что с человеком и какие у неё диагнозы. И когда пишут в комментариях, что это диарея, это уже давным-давно не диарея. Диарея, да, там, ну, день, ну, как ты там, наелся таблеток и вперёд из песни. Таблетки тебя скрепили, закрепили и до свидания. Ты забыл, что это такое. А здесь это уже какая-то реальная реакция. Это какая-то инфекция, что-то в её организме происходит. И в таком возрасте, ну, как по мне, это уже страшно, когда столько дней, вот такие проблемы у человека с кишечником. Так реально можно гыгнуть, а сын будет продолжать снимать контент, а потом ещё покажет нам, как он её хоронит. И я не понимаю, почему никто не бьёт тревогу, почему никто не настаивает на её госпитализации. Потому что вот эти рассуждения, рисовые отварчики, это всё здорово и хорошо. А когда это всё закончится? Я уже даже не хочу просматривать эти ролики. Я их просто пропустила, вот зашла на последний, смотрю, воссы, ныне там маме варится рисовый вот этот отвар, да, вот эта вязкая каша, типа, для её пищеварения. Там уже не надо пищеварения, там нужна медикаментозная помощь, необходимо лечение, необходимы какие-то реальные препараты. А так он сидит, слушает это светило медицины Коки, который сам не понимает. У него, наверное, вот пройден курс ротовируса, и он его и бомбит. У всех ротовирус, ротовирус. Но это уже что-то действительно страшное. И обычно таких пожилых людей нужно госпитализировать и лечение проводить под присмотром медиков и специалистов. У СМВЛ есть деньги, он может вызвать частную больницу, я не знаю, возможно, положить её в частное отделение, чтобы там действительно о ней заботились. Ты даже в государственных отделениях прекрасное внимание, прекрасная забота. Там тебя обхаживают, мыться помогают таким пожилым людям, прибираться. Стульчики эти специальные для туалета. Просто летом была в таком подобном отделении, видела, как это происходит. Также, ребята, тоже нельзя. Это просто, я не знаю, диву даюсь от вот этой глупости, халатности какой-то и степени отмороженности и пофигизма. Такое ощущение, что он кайфует, что с ней это происходит. Ему это как бальзам на душу, что мамку вот сейчас вот так вот пробирает и есть вот такой вот контент под боком. Я опять-таки не понимаю, например, Иру, которая точно так же не настаивает на госпитализации КОКИ, которая учится по факту на медика, да, ещё и планирует врачом стать, в медакадемию поступать. И он спокойно реагирует на то, что у неё уже четвёртый день гузна порвана, и она нормально, никак не стабилизировался желудок. И он помогает Самвелу, понимаете, заниматься лечением мамы, готовить и тому подобное. Я смотрю, и мне просто уже интересно, чем это кончится, и когда вот этот театр абсурда остановится, и уже начнутся какие-то конкретные действия по лечению мамы. А так КОКИ ей там препараты какие-то привёз, и модиум, и прочее, а по факту у ВОЗ и ныне там какие-то травки заваривают. Я вообще не представляю, как можно заниматься вот таким самолечением, не понимая, что по факту с ней происходит. Тем более, кого слушать КОКИ, человека, который реально только на втором курсе, он только начинает какие-то азы изучать, только к чему-то пробираться. И опять-таки, его учат, когда медперсонал, а не как полноценного врача. И ему всё равно, у него нет тех знаний, нет опыта, нет практики, чтобы можно было безоговорочно верить и надеяться на то, что он сможет вылечить маму. И тупости Самвела, я здесь, ребята, это и не понимаю, и не понимаю, к чему этот контент, и что он пытается всем показать, какая тут нафиг забота. Это, в моём понимании, уже прямое просто издевательство над старухой, которая рассказывает, я бегаю, мочусь каждой постоянно, да, срать боюсь. Ну, то есть, я вообще, я сижу ошарашенная и не понимаю, что происходит и что делается по факту. Для того, чтобы это всё остановить и восстановить её желудок, тем более с её болячками. Это чревато в любой момент просто, я не знаю, реально летальным исходом. А он и дальше ждёт, когда же произойдёт чудо, и маме полегчает. А если ей завтра и послезавтра не полегчает, здесь реально необходимо вмешательство, как минимум, мне кажется, Ирины, и настоять на том, чтобы её госпитализировали. А не так, что она лежит, лежит, она уже зелёная какая-то, зелёно-жёлтая, она реально похудела, глаза ещё больше, да, на выкате. А её вот так вот лечит. Я не знаю, наверное, что-то не понимаю. Высказала просто вот точку зрения, да, на вот эту ситуацию. Не хочу даже смотреть эти все, просматривать ролики, потому что жутко. Ну, вот так вот, ребята, продолжение следует. Буду пока со всеми прощаться. До новых встреч!